Всем привет! Сегодня я впервые в жизни решила проехаться по трассе Томск-Кемерово одна. Дело в том, что у меня приехала сестра моя, дорогая, любимая, двоюродная. Мы редко с ней видимся, и никто не смог со мной поехать. И я подумала, почему мне не поехать одной? На самом деле для меня это был такой какой-то момент переживаний и каких-то страхов, потому что я никогда не делала этого одна. Ну, мне всегда, конечно, хотелось, но с другой стороны, когда рядом есть человек, который сидит, может помочь, развлечь разговоры. Если что-то случится, ты всегда понимаешь, что ты не один. На обгоне он всегда может подсказать тебе, стоит или не стоит. Тут мне приходилось рассчитывать только на себя. На самом деле я выехала вчера из Томска, доехала до Кемерово. Мы уже пообщались, встретились с моей сестренкой, с моей тетей. И сейчас я вот возвращаюсь уже назад. То есть, получается, это уже второй день моего такого марафона. Расстояние 200 километров. В принципе, не очень много, но я думаю, самое то, чтобы набить руку, ногу, ногу, которая давит на педаль, какие-то развить в себе чувства вот этой вот уверенности водительской. У меня стаж вождения примерно 6 лет, но я достаточно неплохо вожу автомобиль по городу. По трассе, в принципе, тоже нормально, но еще раз повторюсь, у меня всегда был человек, который мне подскажет. Вот он, например, ты хорошо успеваешь, я знаю, эта машина справится. Я сегодня долго плелась за фурой. Никак не могла ее обогнать. Меня уже обогнали все. Почему-то я была не до конца уверена. И, во-первых, вот я выехала из Кемерово, и там дорога такая довольно-таки холмистая. И мне все время кажется, что я не вижу такого обзора, какой бы мне был нужен для совершения маневра. В общем, в итоге я выехала, хапнула адреналина. Ну, потому что мне казалось, что вот уже приближается спуск, горка, и вдруг оттуда сейчас кто-то вынырнет, а я не вижу. Я нажала просто в пол, выжила из этой машины, мне кажется, все, что можно. Но, в принципе, все довольно успешно. За мной даже успела еще газелька меня обогнать, поэтому я совершенно зря переживала и сомневалась. Вчера я уже тоже все обгоняла, в принципе. Ну, как, конечно, я старалась убедиться. Нас еще, я помню, давно учили на курсах, что не уверен, не обгоняй. И я все-таки стараюсь следовать этому правилу. Ну, в общем, что я могу сказать. Я довольна собой, довольна совершенной поездкой тому, что я все-таки решилась. Тому, что это не так страшно, как кажется. И просто нужно нарабатывать опыт, на самом деле, самому. Не надеяться на кого-то рядом, а ты должен чувствовать дорогу сам, ты должен чувствовать резерв машины. И нужно пробовать, нужно пытаться выезжать, наверное, как можно чаще. И еще вот это вот чувство единения с дорогой, с машиной, того, что ты один, куда ты выбрался. Может быть, даже единение с самим собой. Это что-то такое волнующее и, может быть, давно желанное. Наверное, стоит иногда нам побыть просто самим собой. Вот. И несмотря на то, что у меня нет попутчиков, меня это совершенно не смущает. Я как-то не отчаиваюсь. В принципе, почему бы и не проехаться самой. Мне очень понравилось. Мне осталось еще где-то 120 километров до Томска. Я проехала уже 80. Начинает немножко смеркаться. Вот, может быть, видно, не видно. И, в общем, мне пора ехать. Вот. Я думаю, что все будет отлично. Будьте в себе уверены. Даже если вы в чем-то не уверены, лучший способ избавиться от этого, это попробовать, попробовать самому. Взять и сделать просто. И делать это периодически. И все нарабатывается. Это такой же навык. Это, наверное, можно говорить о любом деле. Ну все, я поехала. Я просто хотела сообщить, что я успешно доехала. В конце пути уже разогналась и обгоняла вовсю. Правда, все подпортил такой изрядный ливень. Но ничего. Ну все. Один страх побежден. Двигаемся дальше. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok